Всем привет! Меня зовут Инга. Сегодня мы будем говорить о цикле стихотворения Александра Александровича Блока на поле Куликова. Но для начала скажем несколько слов о биографии Блока. Александр Александрович Блок известный русский поэт. Родился он в 1880 году и умер 1921. Один из исследователей творчества Блока Владимир Орлов считал, что Александр Блок самый исторический поэт в литературе 20 века, ибо все, что он писал, проникнуто духом живой, каждодневно творимой истории. Почему же Александр Блок проявлял интерес к истории? Что его привлекало и что его к этому привело? Для этого нужно обратиться, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к биографии писателя. Родился Блок, как мы уже говорили, в 1880 году в профессорской семье. Его дед по матери Андрей Николаевич Бекетов был ректором Петербургского университета. Александр Блок с самых ранних лет читал много книг, и наиболее интересными книгами для него были книги по истории. В 1898 году Александр Блок поступает в Петербургский университет на юридический факультет. Он интересуется прежде всего историей русского права. Однако вскоре Блок принимает решение перейти на филологический факультет. Блок интересовался прежде всего жизнью народа, интересовался тем, как происходят исторические процессы. Интерес к историческим процессам возрос после революции 1905 года. После революции 1905 года было очевидно, что грядущие перемены неминуемы. Это заставило Блока задуматься о важных исторических вопросах. Самыми известными историческими произведениями Александра Блока, которые он напишет до революции 1917 года, является произведение Наполе Куликовым. Об этом цикле стихотворений мы сегодня более подробно поговорим. И также произведение под названием «Возмездие». Итак, Наполе Куликовым это цикл стихотворений, который был создан Александром Блоком в 1908 году. Как мы помним, как мы уже сказали, в 1905 году произошла первая русская революция. И это событие заставило многих деятелей искусства задуматься о том, что же ждет Россию впереди. Все чувствовали приближение радикальных перемен. Все понимали, что скоро Россия, возможно, не станет прежней. Итак, Наполе Куликовым. Это произведение, исходя из названия, мы можем догадаться об этом, обращается к русской истории, а именно к истории 14 века Куликовской битве. Куликовская битва произошла, как известно, 8 сентября 1380 года. Мы знаем, предводителем войска, военачальником был московский великий князь Дмитрий Иванович, или, как его впоследствии будут называть, Дмитрий Донской. Войско, русское войско под предводительством Дмитрия Донского одержали победу над огромным войском Золотой Орды. Главным военачальником Золотой Орды был хан Мамай. Это историческое событие, очень важное историческое событие в истории России. Битва состоялась на Куликовом поле, поэтому она так и называется, Куликовская битва, около реки Непрядвы, которая является притоком Дона. Эта победа сыграла важнейшую роль в развитии истории России. Эта победа положила начало освобождению русского государства, русского народа от татар-монгольского ига. Итак, к этому историческому событию мы видим отсылки в цикле стихотворений на поле Куликовом. Цикл стихотворений на поле Куликовом состоит из пяти частей, из пяти отдельных лирических произведений, которые связаны общей тематикой. Первая часть, первое стихотворение «Река раскинулась, течет, грустит лениво», все стихотворения называются по первой строчке. Вторая часть этого цикла «Мы сам, друг, над степью в полночь стали», третья «В ночь, когда залег мамай с ордою», четвертая «Опять свековое тоскою», и пятая «Опять над полем Куликовым». Обратимся к первому стихотворению этого цикла, к первой части этого цикла произведений. «Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, домчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханская сабля сталь. И вечный бой, покой нам только сниться сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. И нет конца, мелькают версты, кручи. Останови, идут, идут испуганные тучи. Закат в крови, закат в крови, из сердца кровь струится. Плач сердце, плач, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь. Итак, мы видим в первой части этого цикла, блок описывает события XIV века. Лирический герой как будто существует в пространстве Древней Руси, как будто бы он живет в XIV веке, как будто лирический герой является воином и готовится к предстоящей битве. Александр Блок не случайно обращается к событиям прошлого. Дело в том, что Россия, начиная с древней истории, находится в борьбе за свою независимость. Именно поэтому Блок обращает внимание на события многовековой давности. В начале XX века Россия снова оказалась на перепутье, снова оказалась в тяжелой ситуации. Россия должна была принять решение, как она должна поступить, как она должна выстроить свою судьбу. По мнению Александра Блока, величие России заключается в ее исторических совершениях, однако эти совершения еще не все успели оценить, не все успели проанализировать. Уроки истории еще неосознанных предстоит осознать в будущем. Прошлое страны взывает к будущему, преподнося свои уроки. Уроки необходимо усвоить, чтобы не повторить прежних ошибок. Возможно. Так, каким же рисует образ родины Александр Блок в своем произведении? Во-первых, мы в начале стихотворения видим довольно унылый пейзаж. Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Однако вскоре описание природы вдруг прерывается воззванием лирического героя Круси. «Урусь моя, жена моя». Здесь мы видим, Александр Блок разрушает эту традиционную формулу обращения к родине как к матери. Он называет родину не матерью, а женой. Это означает, что гражданские темы и сугубо личные, индивидуальные темы для него неразделимы. Он переживает за свою родину так же, как за свою личную, собственную жизнь. Кроме того, в этом произведении появляется еще другой образ родины. Образ родины как несущиеся кобылицы. Закат в крови, сердце кровь струится, плач сердца плач, покоя нет, степная кобылица несется вскачь. Что это означает, почему Блок сравнивает Россию с несущейся вдаль кобылицей? Дело в том, что, по мнению Блока, история России непредсказуема и неостановима. Русская история развивается слишком стремительно, и ничто не может помешать этому стремительному движению. Какие же средства выразительность использует Александр Блок в своем стихотворении? Когда Блок описывает окружающий мир, природу, он использует олицетворение. Олицетворение мы помним, это такой прием, который подразумевает перенос свойств человека на неживые предметы. Например, река раскинулась, течет, грустит, лениво, или над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. Это, конечно, показывает нам, что лирический герой воспринимает природу как нечто одухотворенное, нечто наделенное душой и волей. Кроме того, Александр Блок использует в своем лирическом произведении метафоры. Метафоры, мы помним, это использование слова в переносном значении, это перенос свойств одного предмета на другой на основании того, что эти предметы как-то схожи между собой. Например, «Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь». Конечно, это образное выражение, которое основано на переносном значении слов. Или «Закат в крови» – это тоже яркая метафора, которая неоднократно появляется в этом лирическом произведении. Кроме того, можем обнаружить здесь риторические восклицания. Лирический герой обращается к Руси, к своей родине. Ну, например, «У Русь моя жена моя, до боли нам ясен долгий путь». В этом произведении довольно много восклицательных предложений. То есть мы можем утверждать, что Александр Блок использует такой синтаксический прием, такой прием синтаксической выразительности, как риторическое восклицание. Именно риторическое восклицание передает тревожное состояние лирического героя. «И нет конца, мелькают версты круче, останови, или закат в крови, и сердце кровь струится». В этом стихотворении действительно очень много восклицаний. Далее мы перейдем к анализу последнего стихотворения, последнего в этом цикле. Называется оно по первой строчке «Опять над Полем Куликовым». Обратите внимание, у этого лирического произведения есть эпиграф. Это цитата из произведения Владимира Соловьева, известного русского философа начала XX века, конца XIX-начала XX века. «И мглоем бед неотразимых грядущий день заволокло». Так, прочитаем это стихотворение. Опять над Полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиной непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. «Но узнаю тебя начало высоких и мятежных дней, над вражьим станом, как бывало, и плеской трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал, молись». Итак, мы видим, Александр Блок в этой части стихотворного цикла уже обращается к настоящему. То есть он от событий прошлого переходит к фактам настоящего. Что это значит? Поэт в этом цикле стихотворений утверждает цикличность истории. Он считает, что все в русской истории повторяется. Он пытается сопоставить прошлое, настоящее и будущее. Поэт понимает, что в России грядут неминуемые перемены. От этого невозможно спастись, от этого невозможно убежать. И человек может надеяться только на Бога. Какие же средства выразительности Александр Блок использует в этой части своего стихотворного цикла? Во-первых, мы должны отметить сравнение. Мы помним, сравнение – это такое средство выразительности, которое основано на сопоставлении двух предметов. Сравнение вводится в предложение с помощью специальных сравнительных союзов. Например, «как», «будто», «словно», «точно» и так далее. Например, «опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла». Видим яркое сравнение, которое помогает передать ощущение грядущей беды, грядущих перемен. «Доспех тяжел, как перед боем». Это сравнение «как перед боем» тоже помогает Блоку выразить эмоциональное состояние лирического героя. Лирический герой ощущает, что скоро все изменится, его ощущения тревожны, он как будто бы к бою готовится. Эпитеты также используют Блок в своем стихотворении. Эпитеты, мы помним, это яркие образные определения. Чаще всего они выражены прилагательными или причастиями. Эпитеты помогают придать краски художественному миру стихотворению. Кроме того, эпитеты помогают передать эмоциональное ощущение лирического героя, эмоциональное состояние, точнее, лирического героя. «За тишиной непробудной», например, «За разливающейся мглой» или «Начало высоких и мятежных дней». Высокие и мятежные дни – такую характеристику дает лирический герой будущему. Кроме того, мы должны отметить, что Блок использует метафоры в своем произведении. Например, «Не может сердце жить покоем» или «Не слышно грома битвы чудной». Ну и, конечно, важнейшим средством синтаксической выразительности является анафора. Анафор – это синтаксическое средство выразительности или, иначе говоря, стилистическая фигура. Анафора предполагает повторение одних и тех же элементов в начале соседних синтаксических единиц. Ну вот мы и видим, что следующая строфа построена как раз-таки на основе анафора. «За тишиной непробудной», «За разливающейся мглой» видим, что один и тот же предлог используется в начале соседних стихотворных строк. «Не слышно грома битвы чудной», «Не видно молнии боевой». Видим, эти соседние стихотворные строчки тоже начинаются одинаково. Кроме того, кроме анафоры в последних двух строчках мы можем еще увидеть синтаксический параллелизм. Синтаксический параллелизм и анафора часто связаны. Синтаксический параллелизм – это построение соседних синтаксических конструкций по единой синтаксической модели. Ну вот мы видим «Не слышно грома битвы чудной», «Не видно молнии боевой». Сначала мы видим сказуемое, потом дополнение, потом определение. И в четвертой строчке то же самое. Сначала сказуемое, потом дополнение и потом уже определение. Ну что ж, мы можем сказать, что мы проанализировали два стихотворения из цикла блока на поле Куликовом. На этом наше занятие окончено. Спасибо, пока. Субтитры подогнал «Симон»